Сейчас мы находимся в самом центре Москвы, где от улицы Охотный ряд, которая находится практически рядом со стенами Кремля, неподалеку, и от театральной площади вплоть до Бульварного кольца, а точнее до Тростного бульвара, проходит вот эта улица Большая Дмитровка. На улицу ведут выходы из метро театрально и Охотный ряд, который имеет совмещенный вестибюль, который в своей очереди вмонтирован в административное здание Большого театра. И улица эта имеет длину около полутора километров, точнее 1,7 километра, около одного километра. И по ней осуществляется одностороннее движение мобильного транспорта в сторону как раз Бульварного кольца по одной полосе. Надо сказать, что улица богата достопримечательностями, которые здесь может быть практически на каждом шагу. Надо сказать, что в свою очередь улица возникла примерно в 14-м веке, может быть, даже несколько раньше, как дорога на город Дмитров. Ну, сейчас это сложно себе представить, как это можно отсюда доехать до Дмитрова, да? Ну, действительно, может быть, так вот напрямую сейчас не получится, но по сути дела практически это сделать, в общем-то, можно. Потому что после Бульварного кольца немножечко нужно чуть-чуть проехать по нему, ну буквально немного. И по сути эта улица, она почти переходит в улицу Малая Дмитрова, которая, в свою очередь, проходит до Садового кольца. А до Садового кольца, соответственно, начинается улица Долгоруковская, которая, в свою очередь, переходит в улицу Новослободская, которая идет до третьего транспортного кольца. И за третьим транспортным кольцом, соответственно, она уже переходит в Бутырскую улицу. Ну, вот, а Бутырскую улицу она уже переходит в Дмитровское шоссе. Вот уже Дмитровскому шоссе можно непотряснуть именно город Дмитров. Так что, может быть, вот прям конкретно, конечно, как по шоссе, да, по какой-то одной трассе до Дмитрова, поэтому, так сказать, не доедешь, но, по сути дела, в общем-то, с небольшими, там, какими-то, так сказать, отклонениями от прямой трассы, да, с небольшими, какими-то, с заворотами и поворотами, но все-таки, по сути, туда ехать как раз можно. То есть направление именно конкретно вот на город Дмитров. Кроме того, из них же жили в то время, в 14-15-16 веках, выходцы из этого города Дмитров. Ну, поскольку то есть была торговля, то есть сообщения с этим городом, то, естественно, шло и обратное движение людей. То есть тогда Дмитров принял очень большое начинье, а в том, в общем-то, небольшой провинциальный городочек на севере Московской области, а в 15-15 веках это был очень такой самостоятельный город, очень известный. Вот, кстати, даже известный, чем Москва, которая тогда еще только поднимала, ну, по крайней мере, либо они были сопоставимы, в общем-то, по лесу, да, какими-то политическими, там, экономическими и так далее. Вот они тоже тут селились в районе этой улицы, была, так сказать, Дмитровская слобода, поэтому вот и название этой улицы вполне оправдано. Ну, называется она «Большая» по сравнению с «Малой Дмитровкой». Надо сказать, что, опять же, вот, так сказать, ну, раньше, в 16 веке, так сказать, не так-то легко было попасть в «Большой Дмитровке» на «Малую». Это сейчас, вот, кажется, как легко, да, ну, вот, «Большая Дмитровка», вот, перешел, так сказать, там, в «Бульварное кольцо», и вот, это оказалось на «Малой Дмитровке», там, по подъемному переходу, пару пустых, а в 16 веке это было целое, так сказать, событие, это, может быть, была целая проблема, потому что была стена белого города, которая разделяла вот эти улицы. А стена белого города, была фактически граница административной, граница города Москвы. Вот. И, ну, такой там, действительно, настоящий, который разделял эти улицы, и там была такая непроезжая Дмитровская башня. Ну, вот, сейчас вот «Бульварное кольцо» находится, и разделяли, и, так сказать, эта стена, эта башня разделяли белый город и земляной город. И, соответственно, «Большая Дмитровка» находилась в делах белого города, а, соответственно, «Малый Дмитровск» – это дело земляного города. И это были совершенно разные, так сказать, части Москвы, совершенно разные, ну, были зоны, да, и не так-то просто было попасть из одной части и из одной, так сказать, вот, района, да, из белого города, соответственно, земляной город. Это было условно. Ну, сейчас, конечно, уже проще простого, да? В XVI веке здесь стало следить узнать. Участок улицы под номерами 3-5 принадлежал боярину Юлию Захарину Кошкину, родначальнику династии Романовых. На середине XVI века был основан на этой улице Георгиевский монастырь. Который был упразднен еще до революции. В 1931 году были снислены все постройки на территории бывшего монастыря. В XVII-XVIII веках на этой улице вначале находилась усадьба Волынских. Дом под номером 1-10, это нынешний дом благородного собрания. А на просне находился усадьба князей Черкасских плодиней под номером 2-2. В XIX веках потом, под номером 4, владения Раевских. Под номером 7 усадьба Старешникова XVIII века. По номером 8 усадьба Несоедовых. Под номерами 9-11 усадьба Николая Муравьева. С Старешникова до Глинического переулка было владение губернатора Дмитрия Калицына в XIX веке. В Большой Дмитриевке до Верской улицы усадьба Петра Солтуткова под номером 17. В следующие 60-е годы были доходные торговые дома, а также гостиницы на этой улице в основном. Ну, уже, так сказать, идет перепроферирование улиц под нужды доходных домов, сдача в наемном помещении, ну и всякой торговли. В советское время были построены дома под номером 15, 21-27, 24, в 1920-х годах. Эта улица называлась улица Эжена Батье, это был участник Парижской коммуны и основатель интернационала коммунистического. Ну, и, наконец, в 1937-393 годах эта улица называлась Пушкинская. В общем, все ее знают, многие, кто жил в советское время, знают ее как Пушкинская улица. Она была в честь столетия садья смерти поэта Александра Пушкина. Ну, и вот просто существовала в 1993 году, когда ей было возвращено историческое первоначальное название. Которое на имени Игорь Сукурска. Ну, дело в том, что Пушкин бывал на этой улице. В частности, проиграл здесь много денег, когда играл в карточную игру. В карточную. Улица считается спецтрассой, и по ней проезжают самые высокие чиновники, спецслужб, правительство, президенты, кортежицы. Вот здесь, ну, в частности, и потому, что здесь находится Совет Федерации. Начинается улица слева с Дома Союзов. Это бывший дом московского главнокомандующего, князя Владимира Белгорукого Крымского, в 18 веке. А затем здесь было благородное собрание московского дворян. В 18 веке, в 18 веке, дом был передан профсоюзом, и потому иметь название Дома Союзов. Хочу его называть колонный зал Дома Союзов. Ну, сегодня помещение этого дома дается в аренду. Разным организациям, конечно, это достаточно дорого. Здесь проводятся разные конференции, съезды, разных представительных этих организаций, только где государство, ну, музыкальные концерты, ну, любые мероприятия, всякие культуры. Напротив колонного зала Дома Союзов находится административное здание Большого театра под номером 2. И здесь, как я сказал, как раз находится вестибюль станции метро театральная и охотный ряд. Они с инвестиционными пятидесятами. Это единственный вестибюль, откуда можно войти, на ту и другую станцию метро. Вообще, это бывший доходный дом. Проказательно, полторацкого XIX века перестроен дом был в 1338 году, когда как раз появились вестибюль двух станций метро. Ну, по сути, это один вестибюль, просто ведущий в те станции метро разных видов. Красный и зеленый. Затем идет за этим зданием под номером 2. Дальше за ним следует российский академический молодежный театр, но он числится по театральной площади, потому что выходит с другим фасадом на театральную площадь. И затем идет новая сцена Большого театра под номером 4, которая была построена здесь далее в 2002 году на месте старых живых домов, коммуналах. И эта сцена рассчитана на 900 мест. Затем слева отходит, за колонным залом Дома Союза, отходит Георгиевский переулок. И вот эта территория от Георгиевского переулка и дальше слева до Камеревского переулка. Это раньше была территория Георгиевского монастыря. Он понимал территорию XVI века Георгиевский монастырь. Там много было разных построек, теле, храмы, собор и другие хозяйственные постройки монастыря. Но в результате все это было разрушено. Монастырь был упразднен еще в революции 1917 года. Ну а все постройки, в том числе храмы, которые стали приходственными после упразднения монастыря, они были разрушены уже в советское время, в 1930-х годах. Когда-то от этого монастыря фактически почти ничего не сохранили. К нашему предмету. Ну вот первое здание, которое идет, собственно, дальше здесь слева после крещения Георгиевским переулком, это бывшая Георгиевская электропонстанция. Под номером 3-3, то есть 3 по Большой Дмитровке и 3 по Георгиевскому переулке. Здание 1888 года постройки. И это была первая городская электростанция. Но в 1890 году она была упразднена после постройки Раужской электростанции на Москва-Рикбе. Раужская Георгиевская. Ну и стали здесь находиться в этом здании разные магазины, гаражи, первоавтобусный парк Москвы. А потом долгое время была техническая станция служебных правительственных автомобилей. До 1994 года постройки. Ну а стритки от 1996 года и в это настоящее время здесь находится здание Нового Манежа, где проводятся разные выпуски. Затем следует здание, после этого следует здание Нового Курсанального Центра по номерам 5, дробь 6, в районе 1 двухэтажное здание с расстеглянной настройкой над ней. Это недавно еще был пивной ресторан. По-моему, как-то в Ритиш он был, а вот кто-то такой, в Британии. Ну, довольно дорогой, и он закрыл. Значит, в глубине находится еще несколько зданий по номерам 5,6, которые 5,6, которые отличаются номером строения. Ну, в частности, 5,6 строения 2, двухэтажное здание. Также многофункциональный центр с музеем квартиры Сергея Прокофьева, это 5,6 строение 3. Но это здание, оно практически уже выходит на Камергерский переулок, но, практически, числится оно по, все-таки, Большой Дмитровке. Вот, это бывшие керрии Георгиевского монастыря тут были. Ну, а, собственно, современное здание, это уже бывший доходный дом. И торговые лавки Кондрасенко, 1897 года построили. Вот, они были в обладении синода, финодального ведомства. В этом здании родился поэт Владимир Ходосевич. И последние шесть лет открыл, собственно, композитор Сергей Прокофьев, еще от 1947 по 1953 год. И, собственно, вполне понятно, что после его смерти здесь открылся, в его квартире, музей квартиры Сергея Прокофьева. Дальше, еще одно здание, тоже, которое выходит на Камергерский переулок, вот, следующее за ним, это тоже, ну, фактически, оно просто по Большой Дмитровке, друг 5, 6, 3, 4. Это бывший доходный дом синодеза, синодального ведомства, тоже 1897 года постройки. Ну, до этого здесь находились кельи Ивумена, Ивуменскую кельи, Доргерского тоже монастыря. Ну, далее по этой улице, уже после, так сказать, вот этого бывшего пивного ресторана, сейчас функциональный комплекс, разные там находят заведения, под номером 5, 6 строения. Один находится, ну, в большей, таком офисное здание, в реплии, как бы, под номером 5А, вот, живой, и затем идет, тоже, таком офисное здание, под номером 5, 6 строение 5, четырехэтажное. Это тоже бывший доходный дом синодального ведомства. В глубине еще находятся здания школы, под номером 5, 6, 5, 2, 6 строение 7, трехэтажное здание 1950-го года построить. Это школы с усиленным изучением математики, математическим школ. Это вот по левой стороне, да, где вот раньше был Доргерский монастырь, а сейчас в основном, может быть, разное строение, но в основном преимущественно, такие вот торговые офисы, или ресторан, офисные, много ресторанов. Ну, и разные, такие вот закуски, что касается правой стороны, то после нового здания Большого театра отходит Копьевский переулок пешеходный, по нему движения вошли, посвящено, стоят эти столбики ограничительные. И далее следует еще одно здание театра, на этот раз это Московская оперетка. Ну, в общем, больше известен по номерам 6 это здание, ну, больше известен как театр оперетки, ну, сейчас называется Московская оперетка, ну, вот в советское время, долгое время, вообще, все его знают как театр оперетки. Здесь этот театр находит с 361 года, ну, а вообще само здание по своему 19 веке, это бывший дом купца Николая Солодовникова, который открыл в 1885 году частную русскую оперу Савву Мамонтову. Ну, потом тоже разные, тут находились в театральные заведения, ну, в результате, вот в 361 году сюда переехал театр оперетки. За ним идет здание поликлиники Большого театра и администрации театра Ахимеды. Ну, то есть, одно здание занимает и поликлиника Большого театра, и, собственно, администрация театра Ахимеды. Такое театральное здание. Это тоже бывший доходный дом Солодовникова. Тоже под номером 6-2, то есть это так идет по дому, как бывшие доходные дома от Солодовникова. Вот это дом в 1863 году постройки на основе палат Ербатова-Шаховских, то есть на столе. То есть с включением этих палат. Дальше этот переулок пересекает, соответственно, ну, вернее, не пересекает, а, скажем так, отходит от него, да, слева Камеревский переулок, а, соответственно, справа у нас отходит улица Кузнецкий мост. Это пешеходная зона, то есть ни по вот этому участку Кузнецкого моста, ни по всему Камеревскому переулку движение автотранспорта запрещено. Только один пешеход. И слева у нас, соответственно, мы видим дом педагогической книги, известное советских времен приведение. Все, в общем-то, его знают. Ну, надо сказать, что дом педагогической книги, насколько я понимаю, занимает только два этажа. То есть первый и второй. А так, это здание. Там есть еще и офисная часть, полноценки этажная, и, соответственно, следующие уже, когда я повыше, занимают, соответственно, разные офисы, службы. Ну, надо сказать, что в этом заведении многие подвижали коммерческое строение за учебниками, за разными учебными пособиями. Ну, все, что касается, в общем-то, учебы, воспитания и так далее. Здесь, по сути, был один из немногих магазинов, и это не единственный во время, который занимался вот этим отраслью знаний. Как говорится, все, что касается педагоги, учебников и так далее. Ну, сейчас, конечно, он уже несколько утратил свою такую привлекательность и значение, какую-то в советское время. Но, вместе с тем, продолжает работать и сейчас. хотя бы в советское время уже прошло довольно много времени. Вот. Это дом 735, бывший доходный дом Елены Обуховой, 1913 года построите, в Сириан-Пир. Выделяется в нем полукруглый репер на углу улицы к угловой здания, на углу и Большой Дмитровки, и Камеревского пилу. Здесь в этом доме жили оперный диверс Леонид Собинов, писатель Лев Касси и многие другие известные культурные деятели. А за этим зданием дальше по красной линии улицы идет Новый функциональный центр, дом 7, дробь 5, строение 2, 38-го года построить. Это тоже бывший доходный дом Елены Обуховой, но уже построен в стиле модерна с элементами неоклассики. В 390-х годах он был реконструирован и знаменит он был тем, что в нем долгое время, в советские времена и в 2000-х годах находился знаменитый магазин чертежный. Куда приходили многие архитекторы, инженеры, ну, в общем-то, школьники, но особенно часть технических там, знаменитый нигде покупали разные вот чертежные инструменты, приспособления для очерчения разных технических разработок. и дальше, через глубине квартал находится офисное здание под номером 7, трот 5, строение 4, трехэтажное. Это был садьба Глебовых стрельщиков 19-го века. Здесь у помещика огонь Дагановского в 1130-м году как раз поэт Александр Пушкин просадил много денег и проиграл в карты, и потом уже этот долг он выплачивал после своей смерти, и даже он остался еще после его смерти, уплачивали его опекуны на только большой он был. Также в этом доме бывал Глеб Толстой, боец Федор Ключев, жил здесь зоолог Леонид Сабанеев, астроном Цараски и многие другие деятели. частично до сих пор тут живут люди в части жилого дома. В основном это все такое нежилое строительство. также там находится много функциональных центров еще неподалеку. Дом 5, строение 5, трехэтажное здание. Вот это с левой стороны. Что касается правой стороны, то может пересечить с улицей Кузнецкий мост. Здесь находится здание Российского Государственной Библиотеки Вкус под номером 8. Это бывшая усадьба Месоедова 18-19 веков с сильной классицизмом. С 1908 года здесь находилась театральная библиотека. Ну, а затем ее преемником стала нынешняя Государственная Библиотека Вкус. Ну, собственно, вот эту усадьбу Месоедова она занимала не только это здание, а еще и здание, которые находились в глубине квартала. Ну, и там сейчас их можно увидеть. Тоже они номер восемь, строение пять, шесть и семь в дворе. Бывшие театральные усадебные потоки, но преимущественно умершие хозяйственные значения. Сейчас там находятся в основном офисы. Ну, и всякие доступности. Другие нежилые потоки. В любом случае, они нежилые, люди там нежилые. Ну, а дальше за этим зданием библиотеки находится офисное здание по-моему, рам, 10 лет. это бывший дом купца Голубкеева. Потом была гостиница в XII веке и дом был перестроен уже в XX веке. А в глубине же за этим домом находится офисное здание по номерам 10, дороги 2, строение пять. И далее, соответственно, справа отходит Дмитровский переулок. Далее с левой стороны у нас соответственно идут многофункциональные центры под номерами 9 и 11. По номерам 9 это шестиэтажные здания, а по номерам 11 это четырехэтажные здания. Здания начала XX века это бывшие доходные дома купца Михайлова на месте бывшую садьбу Николая Муравьева. Вот там был литературный кружок. За этими домами под номерами 9 и 11 сейчас идет строительством многофункционального комплекса Дмитров, Большая Дмитровка на месте дворов, корпусов доходных дома Михайлова. Они были снесены в 2015 году, была большая борьба, защитник архитуры старой Москвы против снов этих построек во дворе. Власть победила и деньги победили, как говорят. И сейчас там строится многофункционального такой очень крутой комплекс за этими домами. Там фактически кода закрыты, очень трудно увидеть, но так при начале. Оно идет и когда уже дом построят, наверное, все будет понятно, что уже стать и построить. Там же находится дом издательский дом Кунде Нас, здание 1903 года построено. И шахматный клуб Петросян. Что касается правой стороны, то дальше, так сказать, офисными зданиями, педагогами 10, находится многофункциональный центр под номером 12. Вот. Это бывший Допольный дом Купцов Живаго 19 века. И за этим домом по номерам 1, по Дмитровскому перелку, соответственно, идет смерть Марии Пресецкой, которая была создана в 1915 году, а в 1916 году был установлен памятник знаменитой актрисы в этом сквере, собственно, в образе Кармен, потому что партию она исполняла в Большом театре, который находится неподалеку отсюда. За этим сфером идет многофункциональный комплекс, жилые помещениями под номером 16, корпус 1, шестиэтажные здания 2017 года построили. Раньше было здесь дом арктир Толецкого и инженера Чаплина. Вот они сами дома построили, сами тут жили, и всеми тут проживали. вот, в результате все это смесли и построили уже новый дом. Ну, а за ним, соответственно, в глубочей глубине находится департамент городского заказа капитального строительства города Москвы под номером 16, корпус 2, 2005 года построили. С левой стороны идут у нас под номером 13 разные бутики и офисы, трехэтажные здания 390-х годов постройки. Когда-то здесь была церковь в воскресеньях и столах в скоморошках, а потом дом с меглированными поминками священника Беряев. С правой стороны находится будник Христиан Лабутен под номером 18 двухэтажное здание достаточно помпезное, хотя и маленькое. и за ним идет второй будник магазин Луис Витон под номером 18 месяц строили 3, тоже двухэтажное здание 2000-х годов построили. Раньше тут была одна из усадик местных XVI-XX веков, потом нотный магазин Гюргенсона, ну а в советское время Гулочный. Затем улицу Большую Дмитровку пересекает Столешников переулок справа и слева, перпендикулярно идет, и он тоже пешеходный, пешеходная зона. И с левой стороны сразу после перечения Столешников переулок находится российский государственный архив социально-политический столь по номеру 15. Вот это бывший архив института марксизма и ленинизма. 327-го года построили, и реконструктивизма как-то достроили. И перед ним небольшой скверм. находит. А с правой стороны находится угловое здание Многоконационального центра по номерам 2-5. 5 это по столешнику переулку, 20 это по улице Большая Дмитровка. Здание 1926-го года постройки это бывший ЖСК Правдинск. Построен в октябре контрактивизма, то есть когда-то был жилой дом. И известные были здесь магазины меха и особенно наверное памятные диафильмы. Фактически только здесь можно было купить разные диафильмы и диапозитивы, которые в советское время просматривали потом на диапроекторах. У многих дома были диапроекторы и покупали на разные темы. Там разные фильмы, мультфильмы были, разные научно-познавательные диагиммы, ноты показывали у себя дома, знакомые собирались. Но это как бы был прообраз из нынешних домашних кинотеатров. Раньше собирали 10 диафильмы на разные темы, просвещали. Но если сейчас домашние кинотеатры это больше боевики, всякие страсти и так далее, то раньше это были научно-познавательные диагностики. Ну и тоже здесь находился магазин продуктов. В 2010-х годах дом был реконструирован. домашние сделана мансарда. Здание 4-х этажное, ну и там сверху небольшая такая скеплянная постройка мансарда. Ну и дом стал нежилым. Сейчас это много национальных центров. А дальше слева у нас идут несколько зданий Минеральной прокуратуры России, номерами 15-1, 15-B и 17-A. Вот это бывший усадьб Московского геннала губернатора Дмитрия Голицына 12-го века. Потом этим здесь зданием владел Купцей Вострековы, был литературный кружок в начале 20-го века, а Купцей Вострековы владел в 12-ом веке. Здесь находился в советское время Московский комитет РКПБ, газета «Ониферни Москва», издательство «Московский рабочий» и Соответственно, с правой стороны у нас находится 5-этажный жилой дом, а первый этаж у нас нежилой, по номерам 22, 304-го года постройки, ну, там находится коммуналка, хоть и жилой дом, но коммунальный. А дальше идет Российская Академия Архитектуры и Строительных Наук, по номерам 24, 6-этажное здание, это бывший двухэтажный особняк Леве, она встроена в 2030-х годах и в 1930-х годах был реконструирован, когда-то здесь находился в 1920-х годах, пролетарский музей, ну, а затем было здание госстроя и госархитектуры. А затем, соответственно, слева у нас находится, отходит Леничевский переулок, и сразу за ним находится еще одно здание Генеральная прокуратура по номеру 17-5-этажное здание 399-го года построить, причем оно связано переходом со зданием 15-б, вот, и переход как раз вот виден над вот этим Гленичевским переулком. Вот, дальше справа у нас такое приметное здание, может быть, главных административных зданий на сегодняшний день, это здание Совета Федерации России по номерам 1926, построено здание в 1983-м году на месте бывшего дома Лениных XII века. Для процесса времени было здание госстроя госарктура, а потом дом прессы. Итак, в доме под номером 17 находится театр музыкальной имени Станиславского и Немировича Дранченко. Находится он здесь в 1941 года. Это бывший особняк графа Павла Солкукова XVIII века. В XIX веке здесь был Купеческий клуб. Ну, а затем возникли театральные студии Константина Станиславского и Владимира Немировича Данченко. Вот, собственно, поэтому и возникший в 1941 году музыкальный театр в этом здании Катроскупера имя назван в честь Станиславского и Немировича Даня. На противоположной стороне в доме под номером 28 находится отдел внутренних дел по Тверскому району. Это бывший особняк князю Бориса Шаховского 18 века. В XVIII веке помещение в этом доме сдавалось наем, а в XX веке была произведена настройка третьим этажом. В советское время здесь находилось 17 отделение милиции. Затем с левой стороны отходит Петровский переулок и сразу за ним находится здание многофункционального центра третьим этажное. Это бывший доходный дом храма святого Григория Богослова. Построен он был в 1903 году, но храм Григория Богослова был снижен в советское время. Вполне возможно, что здесь есть и до сих пор жилые квартиры. За этим домом тоже справа, уже за Петровским переулком находится многофункциональный центр по номерам 32, трехэтажное здание. Это бывший торговый дом Левисона начала XX века. здание было перестроено в 1924 году, а в 1930 год был надстроен четвертый этаж. В советское время здесь был мебельный магазин, а затем здание было перестроено бизнес-сцентр. Собственно, торговый дом Левисона тоже занимался торговлей лесом, поэтому такая преемственность была и в советское время мебельный магазин, связанный с деревом. Затем справа отходит Казицкий переулок, вернее сказать, слева стороны Казицкий переулок отходит, и сразу же за ним идет шестиэтапный жилой дом, под названием 21 дробь 7. Белом построен по одним среднему для работников милиции, а для других среднему для работников фиксильной промышленной. Как бы там ни был, построен в 1535 году на месте храма преподобного Сергия Радонежского, стиль кастроптимизма, и примечательен он такой необычной открытой лоджии, которая находится на углу здания. Лоджия имеет колонны, колонны лоджия наверху здания, в углу находится как раз пересечения Казицкого переулка и улица Балька Реденка. Дело в том, что эта лоджия предназначалась для встреч людей этого дома совместно. Дом был построен серик астроптимизма, дом коммуна. И как тогда считалось, что все у людей, которые живут в том или ином доме, должно быть общее. Общая ванна, общий клуб, кухня, общая прихожая, все общее. И в том числе общее лоджия. И вот предполагалось, что люди разных квартир, которые живут в этом доме, они, допустим, там такое время, может быть, вечера, после работы, выходные дни, они должны как-то собираться на эту лоджию, выходить на нее, наслаждаться видами, которые открываются, ну и разговаривать о каких-то своих делах, просто общаться друг с другом, да, ну и таким образом укрепляться в единстве, близости к твоих грядам, ну и вообще в личном взаимодействии, быть усидно как единое целое. такая была, то есть не индивидуально, как бы, каждый по своей ножке, да, вот, и каждый сам по себе, как сейчас принято, вот, а именно может быть как бы перспективно, как одно целое. Вот такая была идея, интересная вот эта, конечно, прием архитектурный примененный, ну и сама идея вот этого построения общего, так сказать, общественного пространства. За едем, за ним следует офисное здание под номером 23, пятиэтажное, это бывший доходный дом с магазином «Ливен», 1910-го года построили. Ну, а затем офисное здание уже было региона под офисом. И, собственно, заканчивается этот перелог с левой нечетной стороны бизнес-центром Большая Дмитровка, 23, кстати, тоже дом под номером 23, там три дома и имеет, в общем-то, один номер 23, это вот, как раз офисное здание, пятиэтажное, потом вот этот бизнес-центр, 33-й, следующее здание, вот, хотя иногда подойдет номер 25, но сейчас все-таки 23-е, но это дом 23-го года постройки и он четырехэтажный. Ну, и еще один угловой дом, уже на углу со старшим бульваром, здание, но в мунистерном центре пятиэтажное, но это старое здание, 1868-го года постройки, бывший доходный дом, он тоже имеет номер 20. пятиэтажное, что касается правой стороны улицы Чёпный, то по этой стороне после дома мунистерства под номером 32, бывшего торгового дома Левисона и Центральная научная библиотека союза театральных деятелей под номером 34, строение 4. Вот это бывший главный корпус университетской типографии. Вот, 32-го года постройки, ну а сама типография была основана в 1755-м году, также здесь находилась редакция газеты «Московские ведомства». Ну а сама собственно библиотека этого союза театральных деятелей, она тут находится с 1974-го года. И кроме того, подальше за этим зданием там находятся еще два двухэтажных надворных постройки 17-18 веков, тоже который находился в бывшей университетской типографии. То есть это главный полуздание, ну а те уже более подчиненные наверное. То есть это такой был комплекс зданий и детских типографий. Ну а теперь соответственно там находятся офисы в этих двухэтажных постройках. Ну и здесь соответственно как я сказал Центральная научная библиотека союза театральных деятелей. Вот собственно говоря сколько всего интересных объектов находится на этой улице Большая Дмитрия, которая имеет длину всего один километр. Сколько на том километре находится примечательных объектов, построек, архитектуры разных строений. Так что наверное нет смысла говорить о привлекательности улиц туристов. Она уже ходит практически во все туристические путеводители, справочники. В общем здесь конечно предосприимчательность находится на каждом буквально шаге. Ну и добраться на нее проще Поростова. Стоит доехать до метро Театральная, центральная станция Московского метро и выйти из этой станции из Вестибюль и все и мы сразу моментально тут же попадаем на эту улицу никуда идти не нужно сразу перед нами находится здание Дома Сады. Ну и дальше это начало улицы и уже можно идти до конца и погулять по окрестным переулкам не плохо. Ну в общем кому какой-то интересный дом. Приятных прогулок и до новых встреч на улице.